Не с первого раза, но нашли. Стал известен подрядчик двух больших школ, также три улицы в городе к концу недели полностью отремонтируют. Кто возьмется за строительство школ и какие улицы преобразятся, далее в нашем эфире рубрика «Короткой строкой». В Кирове определились с подрядчиком, который построит две школы. Они появятся в микрорайоне Долгушина и в районе Зубаревского леса. С первого раза подрядную организацию найти не удалось. После повторных торгов победила кировская компания «Монолит». Организация получит более двух миллиардов рублей. Контракты с ней заключат в начале октября. Больше тысячи мест будет в школе в Долгушина. В школе у Зубаревского леса – полторы тысячи. Учреждение должно построить к концу 2022 года. Еще три улицы готовят к сдаче после ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Это участки на улице Индустриальной, Майской и Промышленного переулка. К приемке они будут готовы на этой неделе. Напомним, что на ремонт 27 улиц в этом году дополнительно выделили больше 300 миллионов рублей. Также ищут подрядчиков на ремонт еще 8 улиц. Работы планируют выполнить в октябре. Активисты Общероссийского народного фронта собрали 150 килограммов овощей и фруктов для одиноких пожилых людей и инвалидов. На этом сбор не заканчивается. Активисты продолжают принимать овощи и фрукты без признаков порчи. Нуждающимся можно передать и домашние заготовки – компоты, варенья, консервированные овощи или фрукты. Привезти все это можно в региональное отделение ОНФ по адресу Герцена 58 с 9 утра до 6 часов вечера. В конце месяца изменится расписание пригородных электричек. С 27 сентября перестанут ездить ежедневные электрички до Ленгасова и до Стрижей. Также с 1 октября уйдет из расписания поезд Киров-Великая Киров. Уточнить актуальное расписание можно по ссылке. Вы видите ее в углу экрана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова